Выборы губернатора Амурской области состоятся при любой погоде. Сегодня специалисты компании Ростелеком проверили, насколько исправно работает система видеонаблюдения, которая будет освещать выборы главы региона. Масштабное тестовое вещание прошло сразу в пяти регионах страны, в том числе и в Амурской области. Везде, где 14 октября пройдут выборы. Изображение и звук проверяла и Яна Лисовая. Девочки пишут СМС. СМС пишут в Тинди на будущем избирательном участке в свободном картинка другая. И все это в режиме реального времени. Кто чем занят на участках, не так важно. Главное здесь изображение и звук. Масштабное реалити-шоу пока только в тестовом режиме провели в пяти регионах страны, в том числе и в Преамурье. Везде, где 14 октября будут выбирать губернаторов. На этой карте география и арифметика, пожалуй, главной науки. По всей области под прицелом видеокамеры окажутся 762 участка. Из них больше 400 в режиме онлайн. Вести прямую трансляцию в некоторых районах не позволяет связь. Поэтому там все происходящее попросту запишут и сохранят. Трансляция начнется, можно сказать, в момент начала выбора в 8 часов утра. Затем она закончится, когда закроется возможность бросать бюллетени. Дальше пойдет подсчет голосов. В этот момент онлайн трансляция прекращается, но происходит дальнейшая запись. После того, как произведен подсчет бюллетеней, трансляция вновь возобновляется. Выборы по последнему слову техники проходят не впервые. И хотя такой виртуальный опыт уже есть, готовятся к ним основательно. Скажите, пожалуйста, а вы на этапе на каком выявили неисправность одной из телекамер? Специалисты всех территориальных избирательных комиссий прошли обучение, как работать с электронной системой. На помощь, в этом случае техническую, в любой момент придут сотрудники Ростелекома. Только в этой тестовой тренировке участвует около 300 человек. Из них больше 50 работают в районах, на местах. Другие консультируют по телефону или следят за качеством изображения. Порядка, наверное, тоже 50 человек сейчас сидит, смотрит, заходит на каждый участок, проверяет, что там действительно есть видео, что картинка там двигается, что она там настоящая и правильная. Вот, что там правильное наименование участков, они расположены в тех местах, в которых нужно на карте. То есть он проверяет сайт. Екатерина Конникова дает советы, как быть, если система вдруг дает сбой. Хотя, говорят, по опыту президентских выборов, такие сбои случаются редко. А если и бывают, их быстро устраняют. Наиболее часто возникают вопросы с обращением с самим ноутбуком, да, вопросы, касаемые управления, то есть тачпадом очень тяжело кому-то управляться. Также спрашивают, как включить запись, как ввести код. Такие вопросы, которые возникают в основном. Итоги этой масштабной, почти всероссийской проверки подведут уже в ближайшие сутки. Если надо, сделают работу над ошибками. А вот в день самих выборов, 14 октября, права на ошибку, пусть даже техническую, уже не будет. Выборы губернатора – дело ответственное. Яна Лисова, Игорь Карпов, Новости дня, информационное агентство «Порт Амур».